Итак, на второй вопрос, который отвечает Римлянам 1.16 Почему мы должны проповедовать именно Евангелие? Почему проповедовать Евангелие? Если вы посмотрите внимательно на этот отрывок То вы увидите, что сам Павел, он отвечает именно здесь, в этом стихе Почему нам нужно проповедовать именно Евангелие? Посмотрите внимательно Потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему Видите, да? Сам Павел, он нам отвечает на этот вопрос Потому что Евангелие есть сила Божья ко спасению всякому верующему Другими словами можем сказать, что на самом деле Только Евангелие может привести человека ко спасению И как я уже раньше говорил, что в действительности можно много о чем говорить с людьми Можно свидетельствовать разными методами Вести большие разговоры и о том, что произошло, и как это было, и так далее Но если во всей нашей беседе, в нашем разговоре, в наших методах свидетельствования Мы с вами не сообщим человеку эту важную весть Евангелия, которая в себе содержит что? Что содержит? Сама весть что содержит в себе? Что Мессия Иешуа умер за наши грехи по Писанию Что был погребен и что в третий день воскрес из мертвых по Писанию Если мы не увидим, вернее, если мы не сообщим именно эту весть людям То в итоге они не будут иметь возможности и не будут иметь понимания И не будут иметь этой силы Божьей к тому, чтобы прийти ко спасению Был задан вопрос сегодня, да? Ну, свидетельство нашей жизни, оно не является ли разве, ну, Евангелем? Я сказал нет, оно не является Евангелем Свидетельство нашей жизни может содержать в себе Евангелие Вы понимаете, да? То есть я был-то тем-то, я делал то-то Я был обычный грешник, как все остальные Ну вот в моей жизни произошло то-то Я встретился с кем-то, мне рассказали то-то И в итоге я услышал Евангелие Что Мессия Иешуа умер за мои грехи И воскрес из мертвых На основании этого я уверовал Покаялся и получил прощение в своих грехах И сегодня я новый человек Вы слышите, да? Если вы просто расскажете свое свидетельство И скажете Вот я был такой-то, сегодня я такой-то Конечно, вам задают вопрос Ну, какая причина того, что это вот Что с вами произошло? Ну вот я покаялся И люди говорят Ну, мы каемся каждый день И что? И ничего с нами такого не произошло Ну вот я посещаю общину Ну и мы там ходим в синагогу Мы ходим в церковь Мы там произносим молитвы, покаяния И всего остального И что? С нами ничего не происходит И до тех пор, пока вы в итоге не скажете В жизнь человека Евангелие Что на самом деле привело вас ко спасению? Сила Божия Единственная весть, которая в действительности Приводит человека ко спасению И я могу сказать каждому из вас Что ты сегодня не такой, как вчера По одной причине Потому что Евангелие вошло в твою жизнь Евангелие произвело что-то в твоей голове Ты сегодня мыслишь по-другому, да? Так написано, что мы сегодня имеем ум Христов По той причине, что что-то произошло в нашей жизни Это интересно, что это слово сила На греческом оно звучит как динамикус Я не знаю, кто точно сделал динамит Может быть, вы знаете Знает кто-нибудь? Не, ну кто произвел это химическое соединение Которое в результате было названо динамитом Никто не знает? Я не знаю, еврей или нет Хорошо Это тоже хороший прикол Но заметьте, что человек, который создал это вещество Соединил эти компоненты В результате чего получилось взрывчатое вещество Было названо этим словом Динамикус, динамит Вы видели, что производит динамит? Он взрывается Когда он взрывается, что происходит? Он все разрушает И чем более мощный заряд Тем более мощный взрыв И тем меньше чего-то остается Остается какая-то пустота Сила Представьте себе Сила, которая была Этим словом была названа динамит Сила Сила, разрушающая все Евангелие является силой Которая, когда входит в тебя Оно производит такой взрыв Разнося все то старое, что было в твоей жизни И начиная в твоей жизни Потом строить новое И ты уже сегодня не такой человек, как вчера По той причине, что Евангелие вошло таки в тебя Евангелие произвело этот взрыв Ты принял это И изменился И сегодня ты другой человек Ты можешь сказать на это аминь? Поэтому Евангелие является силой Божьей Ко спасению По той причине Что оно в действительности Единственная та весть Которая может изменить человека И привести его ко спасению Только Евангелие спасает От наказания за грех И силы греха в этой жизни Ничего другое не поможет человеку Ничего другое Не поможет ему изменить свою жизнь Сила Евангелия Изменяет жизнь человека И производит действия в его жизни Почему еще нужно проповедовать именно Евангелие? Потому что Евангелие всегда имеет эффект В Исаии 55 главе С 10 по 11 стих Исаии 55 глава 10 11 стих Кто готов прочитать? Есть желающие? Исаии 55 глава 10 11 стих Как дождь и снег Не сходит с неба И туда не возвращается Но напаяет землю И делает ее способной рождать И произвращать Чтобы она давала семя Тому, кто сеет И хлеб тому, кто ест Так и слово мое Которое Исходит Из уст моих Оно не возвращается Ко мне тщетным Но исполняет то Что мне угодно И совершает то Для чего Я послал его Сегодня мне задали вопрос Что когда Иногда мы говорим с людьми И цитируем Слово Божие Или читаем из Писания Что люди Они сразу говорят А зачем вы как бы цитируете Библию? Не надо Говорите своими словами И не хотят принимать Как бы то Что написано в Слове Божьем Они хотят слышать То, что вы говорите Но здесь написано Что Слово Божье Оно тщетно не бывает Да? И оно не возвращается Пустым Свободным Оно приносит за собой что-то Производит какие-то изменения В человеке И когда знаете Вы свидетельствуете Свидетельствуете На основании Священного Писания Или цитируя Места из Писания Или Берите в руки Само Писание И зачитывайте людям И Священного Писания Таким образом Что происходит? Когда Вы говорите Человеком То Человек Почему говорит Не читайте мне Или не цитируйте Слово Божье Потому что Ему тогда надо спорить Не с вами А с Богом Когда вы цитируете Слово Божье А когда вы говорите Свои просто слова То он может с вами Спорить Он сможет с вами Не соглашаться И так далее И в итоге Вы не несете Ответственности За то Как воспримет человек Примет он Не примет Решит он Или не решит Наша задача Как благовестников Как евангелистов Это Идти И сеет Слово Божье Наша цель Не просто Проповедь Евангелия Но я бы сказал Так знаете В определенном смысле В кавычках Но заставить Человека Поверить То есть призвать Человека К вере То есть мы в каком-то Определенном смысле Должны быть Настойчивым Понимаете Да Второе Коринфянам Пятая глава Одиннадцатый стих Второе Коринфянам Пятая глава Одиннадцатый стих Итак Зная Страх Господень Мы Вразумляем Людей Богу Боже мы Открыты Надеясь Что открыты И вашим совестям Здесь сказано Что знаем Страх Господень Итак Зная Страх Господень Мы Вразумляем Людей По какой причине Мы это делаем Потому что Знаем Страх Господень По этой причине Мы и Вразумляем Людей В отношении Того Чтобы они Примирились С Богом Мы должны Свидетельствовать С пониманием Того Что Некоторые Поверят Но Так же Будут И Те Кто Обидится Будет Две Есть всегда Категория Людей Знаете Да Одни Которые Будут Принимать И Будет Другая Категория Людей Которая Будет Обижена Ну Есть Еще Одна Категория Людей Которая Всегда Остается Равнодушными Или Во всяком Случай Делает Вид Такой Что Им Абсолютно Все Рав Но Я скажу На самом Деле Вы Правы Что Многие Из них Они Только Делают Вид Их Тоже Это Цепляет Просто Они Пытаются Сделать Вид Что Они Равнодушны Для Того Чтобы Вы Не Трогали Их Чтобы Это Не Относилось К Ним Поэтому Как Говорит Самописание Что Есть Реальных Две Группы Те Которые Принимают И Те Которые Ожесточаются Обижаются Надо Микрофон Брать По Своему Опыту Хотел Бы Сказать Во Время Того Когда Я Евангелизировал Для Некоторых Евангелие Является Скрытной Раной В Тоже В Момент И Лекарством И Когда Ты Попадаешь На Эти Раны Некоторые Пытаются Как Саша Сказал Что Делай Вид Что Не Касается На самом Деле Оно Касается И Еще Бывает Они Готовы Иной Раз Заплакать Правильно Поэтому Помните Как В Нагорной Проповеди Мессия Ишо Говорит Что Вы Соль Земли Помните Да Просто Если Обратить Внимание На Эти Слова То Можно Подумать Если Говорить Вообще О Соли Для Чего Она Нужна Можно Много Чего Привести Да И Когда Она Теряет Сил Она Как Бы Не Нужна Но Я Хочу О Другом Сказать Если У Вас К примеру Рана Да И С Помощью Соли Что Может Происходить С Помощью Соли С Помощью Соли Может Быть Две Вещи Оно Может Заживиться Или Наоборот Еще Обостриться Знаете Вот Например Мы Говорим Что Допустим Там Порезался Или Что-то Еще В Морскую Воду Засунул Руку Да Оно Содержит Себе Соль И Йод Да И Оно Как Бы Заживляет Да Но Иногда Бывает Допустим Смешание Какое-то Да Какой-то Выброс Там Да Или Что-то Еще И Может Самосолен Когда Соль Попадает На рану Она Может Заживлять И Может Разъедать И Когда Говорится О нас Да Что Мы С одной Стороны Запах Благоухания Помните Так Написано Да Что Живительны Для Одних На Жизнь То Есть Если Мы Будучи Солью То О чем Написано Да В Евангелии От Матфея В Нагорной Проповеди Если Мы Являемся Такой Солью Действительности То Для Одних Мы Будем Как Запах Живительный На Жизнь Потому Что Наши Слова Да Слова Которые Говорит Господь Через Нас Да Они Будут Заживлять И Будут Давать Людям Жизнь Но С другой Стороны Мы Можем Быть Как Запах Смертоносных Тем Которые Идут Смерть Для Них Это Просто Еще Одно Напоминание От того Что Они Приближаются К смерти И К Вечной Смерти И Естественно На Основании Этого Это Что Ожесточает В отношении Вот Именно Соли Света Знаете Я Хороший урок Себе Вынес Когда Ездил В поездку В Иран Мы Планировали Там Делать Евангелизацию И Хотели Встретиться С верующими И так далее Мы Ехали В такси И Пытались Говорить С человеком Ну Водителем Такси Сразу Знаете Что Произошло Ну Как обычно С прежними людьми Ну Мы Примерно Знали Уже Какая Цена Туда Но Он Назвал Нам Цену В два Или В три Раза Больше Уже Точно Не Помню Ну Чтобы Довести Нас Мы Ехали В одну Церковь По дороге Мы Пытались С ним Говорить И Мы Сказали Что Мы Верующие Что Мы Верим В Иисуса Христа Что Мы Христиане И Когда Мы Подъехали К этому Месту Он Знаете Что Он Сказал Нормальную Цену Говорит Заплатите Мне Вот Столько Не Надо Платить Столько Мы Так Удивились И Сдали Вопрос Вы Что Тоже Христианин Он Говорит Нет Я Мусульманин Ну А Почему Как Вы С Нас Вдруг Решили Взять Меньше Он Говорит Я Очень Уважаю Верующих Людей И Даже Если Вы Христиане Я Все Равно Вас Уважаю И Знаете Я Подумал Тогда То есть Я Находился В Иране Я Видел Что Происходило Как Бы Вот Ну В отношении Как Бы И В бытовом Смысле И Как Бы На Уровне Властей И Так Далее То есть По Отношению К Верующим То есть Определенном Роде Ну На самом деле То есть Определенные Гонения Учимления И Так Далее То есть За то Что Они Только Верующие И Я Подумал Это Интересная Позиция Знаете Что С одной Стороны Человек Он Уважает Но Я Просто Уверен Что Если Мы Вот Только Переступили Эту Духовную Территорию И Стали Бы Его Призывать К вере В Мессию Иисуса Его Уважение Тут же Бы Закончилось Он Бы Тут же Ожесточился Когда Вы Общаетесь Это Другая Тема Конечно Но Когда Вы Общаетесь С Людьми Которые Ну Считают себя Мусульманами Да Вы Можете Говорить Очень Так Серьезно До Тех Пор Пока Вы Не Переходите Вот Эту Черту Пока Вы Не Становитесь На Их Территорию Только Вы Становитесь На Их Территорию Знаете Такой Нормальный Разговор Заканчивается Тоже Вы Сразу Встречаете Определённое Ожесточение Хотя Я Скажу Что Это Касается Наверное Любой Группы Людей То Разговаривая С Любой Группой Людей Мы Сталкиваемся С тем Что Пока Идёт Наш Разговор Но Когда Мы Этот Разговор Переносим На То Что Мы Говорим Лично К Человеку Когда Мы Переходим На Его Территорию То Тут же Происходит Вот Это Разделение И мы Можем Увидеть Либо Человек Находится В группе Людей Которые Принимают Да Который Для Которых Мы Сегодня Запах Живительный На Жить Да Или Этот Человек Он Относится К Группе Людей Которые Противостоят Для Которых Это Запах Смертоносный На Смерть Второе Коринфянам Вторая Глава Пятнадцатый Шестнадцатый Стих Да Ибо мы Христово Благоухание Богу В спасаемых И в погибающих Для Одних Запах Смертоносный На Смерть А для Других Запах Живительный На Жизнь И это И кто Способен К Сему Второе Коринфянам Вторая Глава Пятнадцатый И Шестнадцатый Стих Если мы С вами Свидетельствуем То Мы Должны Помнить Что Любая Наша Проповедь Если Это Касается Вопрос Евангелия Что Мы Благовествуем Евангелие Должна Содержать В себе Евангелие Вы Слышите Да Просто Мы Проповедуем Рассказываем Своё Свидетельство Или Делаем Ещё Что Либо Если Это Наше Служение Направлено На то Чтобы Призвать Погибающих Ко Спасению То Любая Наша Проповедь Любой Наш Рассказ Любая Наша Весть Должна Содержать В себе Евангелие То Что Иисус Умер За наши Грехи И воскрес Из мёртвых Потому Что Именно Эта Весть Является Силой Божией Ко Спасению Всякому Верующему Следующий Вопрос На Который Мы Дадим Ответ Это Как Проповедовать Как Проповедовать Давайте Посмотрим Снова Римлянам 1.16 И Посмотрите Что Павел Говорит О Своей Проповеди Евангелия Как Это Он Делает Возьмите Кто-то Микрофон Кто Готов Ответить Он Не Стыдится Аминь Павел Говорит Ибо Я Не Стыжусь Благовествование Христово Знаете Очень Важный Такой Действительности Вопрос И Ответ Как Проповедовать Я Скажу Это Проблема С которой Сталкиваются Многие И Многие Спасенные Люди Проблема Почему Спасенный Человек Не Проповедует Евангелие Два Есть Ответ Правильно Страх И Стыд Есть Две Вещи Которые Заставляют Спасенного Человека Не Проповедовать Евангелие Это Чувство Страха И Чувство Стыда Я Скажу Вам Даже Не Лень Хотя Это Чаще Присутствует Во Многих Вещах Почему Спасенные Не Делают То Или Другое Именно В отношении Проповед Евангелия Страх И Стыд Знаете Многие Сразу Меня Спрашивают Ну А Чего Как Б А Чего Стыдяться Почему Стыдяться И Так Далее Присутствующие Здесь Все Участвовали В Проповеди Евангелия Свидетельствовали Другим Людям Может быть Участвовали Там В Уличных Инвестрах И Так Далее Скажите Кого Обошло Это Чувство Стыда И Страха То есть Были Те Кого Это Не Тронуло То есть Ну Мы Сейчас Рассматриваем Уже Как Мы Начали Рассматривать Я смотрю Вы уже Стали Говорить Причины Да Причины Почему Присутствует Чувство Стыда Или Страха Да Вот Но Сам Факт Того Присутствия Чувства Стыда Или Страха Было Все прошли Через это Я лично Прошел Я лично Прошел И Знаете Порой Иногда Даже Уже Столько лет Как бы Подряд Я проповедую Евангелие Да Выхожу на улице Встречаюсь С людьми В квартирах И так далее И иногда Знаете Если Я не бодрствовал Я вдруг Могу ощутить То же самое Чувство Там Или стыда Или чувство Страха И спустя Столько лет Как бы Это бывает Приходит Ну Скажу Заранее Во-первых Это точно Не то Чувство Которое Приходит От Бога Так написано Да Что Бог Не дает нам Духа боязни Духа страха Да Там написано Бог Не дает Нам Этого Чувства Это Приходит От Кого От Дьявола Кто Не хочет Чтобы Мы С вами Проповедовали Евангелие Только Дьявол Бог Хочет Чтобы Мы Перестали Проповедовать Евангелие Он Только Желает Того Чтобы Мы Шли И Делали Это Так Или Нет Не Спать Итак Давайте Немножко Поговорим О стыде А потом Больше Внимания Уделим Страху Да Ну Я Например Помню Может Кто-то Хочет Еще Рассказ Я Помню Как Первую Вот Свою Евангелизацию Мы Стояли Мы Вышли С нашей Общины На площадь Деревянка Тогда Она Называлась Площадь Конституции Да Мы Вышли С нашей Общины Там Группа Прославления Знаете Стояла И пела Вот Мы Все Такие Парадно Одеты В белых Рубашечках Ходили По Этой Площади И Раздавали Пригласительные К нам В общину И Знаете Такое Ну Я скажу Наполняло Чувство Такой Ну Какой-то Такой Важности Особенности Я Так Ходил Так Раздавал Всем Пригласительные И Вдруг Я Заметил Знакомых Знаете Чувство Важности Вдруг Куда-то Исчезло Мгновенно И Появилось Другое Чувство Хотя Я Не мог Дать Объяснение Откуда Это Вдруг Взялось По Какой Причине Почему Мне Вдруг Стало Стыдно И Что Я Сделал Идущий Навстречу Ко Мне Знакомый Чем Он Ближе Приближался Тем Больше Я Поворачивался К нему Спиной И Думал Только Об Одном Чтоб Он Прошел И Не Заметил Меня И В результате Того Когда Я Так Наблюдал За ним Боковым Зрением Он Проходил Я Поворачивался И Он Действительности Прошел И Я Не Имел Разговора С Ним Тогда Я Потом Думал Над этим Какая Причина Того Что Я Вот Ну Испытывал Это Чувство Почему Я Пытался Чтобы Меня Не Заметили Чтобы Я Не Говорил С Этим Человеком Хотя Например С Другим Человеком Я Тут Ж Стоял Разговаривал Который Не Знал Меня Причина Конечно Ж Знаете Заключалась В Том Что Что Меня Знают Это Одно Второе Это Все Опять Ж Связано С Моим Я Б Сказал Эго С Моим Я Что Бо Мне Подумают Как Я Буду Выглядеть В Глазах Этих Людей Они Скажут Лили Что Я Сумасшедший Что Я Попал В Эту Секту И Что Со Мною Теперь Случилось И так Дали Все Все Это Происходило По Одной Причине Что На Самом Деле Я Переживал О Чем О Себе Как Я Буду Воспринять Людьми Которые Меня Знают Людьми Этого Мира Я Не знаю Может Кто Может Тоже Поделиться Тем Как Он Как Переживания Имел Когда Первый Раз Свидетельствовал Если Были У вас Такие Переживания Конечно Есть Кто Тоже Желающий Хорошо Тогда Продолжим Так Все Так Чего Нам Стыдиться Знаете Я Сказал Бы Так Что Во Первых Простоты Евангелия Это Я Хотел Чтобы Вы Отметились Простоты Евангелия Бог Обратил Мудрость В Ничто Да Почему Почему Мы Стыдимся Причины Почему Мы Стыдимся То есть Почему Возникает Вот Это Чувство Стыда То Где Мы Ожидаем Что Мы Будем Не Приняты Людьми Лично Мы Будем Не Приняты Людьми Вы Слышите Да Потому Что В этот Момент Когда У нас Поднимается Чувство Стыда И мы Соглашаемся С этим Чувством И мы Следуем Ему Подчиняемся Ему То на самом Деле мы Переживаем Не за то Как будет Принят Иисус Как люди Воспринят Мессию Воспримут Ли они Его Последуют Они за Ним Или нет Но мы Переживаем Только о Себе Как Мы Будем Приняты Людьми Как На нас Посмотрят Что О нас Подумают И так Далее И так Это чувство Приходит По некоторым Причинам Во первых Из-за Того Что Евангелие Очень Просто Простая Весть Многие Люди Когда Слышат Евангелие Вы Им Говорите Ну Тебе Для того Чтобы Спастись Все Что Тебе Нужно Тебе Нужно Покаяться В своих Грехах Поверить То Что Ишуа Умер За Твои Грехи Что Он Воскрес Из Мертвых И После Этого Ты Будешь Прощен Знаете Многие Отвечают На этот Вопрос Ну Это Что То Очень Совершенно Просто А Если Это Так Просто То Это Вообще Может Быть Не Является На самом Деле Даже Реальностью Правды И Многие Тверждают Что Для Того Чтобы Быть Им Уверенными В том Что Они Получили Прощение Им Нужно Что То Обязательно Сделать Да Ну Кому То Надо Например Какие То Действия Произвести Кому То Свечи Поставить Кому То Коров Хвосты Крутить Еще Что Небудь Для Того Чтобы В Доказать Самому Себе Что Я Что То Сделал И Я Каким То Смог Это Дело Заслужить И Получить Прощение Смог Москве У нас Был Миссионер Ее Зовут Элла Она В Израиле Живет Я думаю Что Ей Уже Где-то 80 Знаете Она Такая Крупная Женщина И Ростом И Телосложением И Весом Такая Крупная Женщина За 100 Килограмм И Вот Она Уверила Много Лет Назад Где-то Может быть В начале 80-х Может быть Раньше Вот Посещая Многие Годы Одну Баптистскую Церковь Центральную Церковь В Москве Она Вдруг Подошла К пастору С таким Вопросом Вы Знаете Что Я могу Сделать Для того Чтобы Поверить В то Что Бог Меня Простил Я Вот Уже Несколько Лет Посещаю Церковь Я Считаю Себя Верующим Человеком Но Я По Сегодняшний День Не Могу Никак Просто Поверить В то Что Бог Меня Простил Он Говорит Почему Ну Я Считаю Что Мне Нужно Все Равно Что То Сделать Такое Чтобы Бог Меня Простил И Вы Знаете Бог Дал Действительно Этому Пастору Такую Мудрость Он Говорит Хорошо Для Того Чтобы Ты Была Уверена В том Что Тебя Бог Простил В Следующее Воскресенье Приди На служение От своего Дома В церковь На коленях Это Москва Большие Расстояния Я Сказал Она Очень Такая Была Крупная Женщина У Ней Больные Ноги И В следующее Воскресенье Она Пришла В церковь Знаете С такой Жизнерадостной Улыбкой На лице Подошла К пастору И Радостно Ему Сказала Пастор Я Верю Что Бог Меня Просто Простил И Он Сказал Ну Как Это Произошло Она Говорит Когда Всю Неделю Размышляла Над Тем Как Я Воскресенье Пойду На коленях В церковь От своего Дома К зданию Церковному Я Думала Ну Это Просто Невозможно Для Меня У Меня Больные Ноги У 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 нее она осознала что действительности есть то что человек не может сделать сам что только бог может простить человека и мы так читаем да в ефесянах во второй главе послание к ефесянам во второй главе написано давайте прочитаем с 1 по 10 стих ну мы прочитаем с 1 по 10 стих кто готов может прочитать павел волю божию апостол иисуса христа находившимся в ефесе святым и верным во христе иисусе благодать вам и мир да 2 глава 2 глава с 1 по 10 стих и вяз и вас мертвых по преступлениям и грехам вашим в которых вы некогда жили по обычаю мира сего по воле князя господствующего воздухе духа действующего ныне в противления между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям исполняя желание плоти и помыслов и были по природе чадами гнева как и прочее бог богатой милостью по своей великой любви который возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям оживотворился христом благодатью вы спасены и воскресил с ним и посадил на небесах во христе иисусе дабы явить грядущих веках произобильное богатство благодати своей благости к нам во христе иисусе ибо благодатью вы спасены через веру и сие не отвяз божий дар не отдел чтобы никто не хвалился ибо мы его творение созданы во христе иисусе на добрые дела которые бог предназначил нам исполнить аминь что бог говорит очень важно да через реба савва что он говорит первое что мы все были сынами противлением так второе он говорит важную мысль о том что никто из нас не может получить прощение там купив его сделав какие-то добрые дела или что-нибудь еще и причина почему мы не можем этого сделать чтобы никто из нас не хвалился вы слышите да чтобы никто из нас не хвалился что потом вы не пришли знаете не стали пред богом и не сказали ну я здесь потому что я такой хороший я сделал много добрых дел по этой причине я нахожусь сегодня здесь ты можешь находиться там только по одной причине потому что бог говорит что у него есть богатство милости и по своей великой любви которую он нас возлюбил и нас мертвых по преступлению оживотворился христом благодатью вы спасены вы слышите да благодатью вы спасены и он подчеркивает не отдел не отдел чтобы никто не хвалился чтобы никто себе не вздумал присвоить там хоть какую-то часть славы божьей не отдел никакими делами невозможно это сделать никакими делами невозможно это получить ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас божий дар это подарок если бы можно было бы за это заплатить то это не было бы подарком понимаете да если бы можно было за это заплатить каким-то образом это не было бы подарок но бог своей благодатью делает нам подарок нам нужно только верить сердцем и устами исповедовать и мы получаем этот подарок от господа знаете но тут же многие люди переходят к такому мысль ну раз я спасен я уже не должен ничего делать богу не нужны мои дела и так далее но это тоже обман потому что здесь же бог зная мысли наши что мы сразу будем думать таким образом он говорит ибо мы 10 стих его творения созданы во христе иисусе на добрые дела которые бог предназначил нам исполнять до нашего момента покаяния наши дела не имели никакого значения они не давали нам возможность заслужить или получить спасение но после того когда мы получили спасение мы получили прощение да он говорит что мы созданы в нем для того чтобы сам делать добрые дела которые он предназначил для каждого из нас аминь 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 аминь